welcome 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 бочки мои нас тут обвинили в ботоводстве вот бы меня обвинить в ботоводстве самого честного стримера который каждого из вас я каждого из вас знаю это просто выходит прям представляете как у меня мозг плавится я каждый ваш ник знаю и каждого из вас уже на карандаше держу зато ботоводство меня обвинили это забавно каждый раз когда приходит кто-то кого я не знаю я сразу настораживаюсь что это такое причем вилл смит считается легендой олдскул хип-хопа да кстати у вилл смита два или даже три альбома было в свое время как раз как после того как он из сериала вышел который по николоде он ушел не николоде он какой-то другой там был телеканал не знаешь вентура тебя уж точно знаю я тут и в чате все друг друга знают вот-вот вот в нога я не помню чтобы он писал хоть какие-то сообщения возможно вот как раз какой-то новичок ну что ж 0 0 у нас будем считать счет не имеет значения можем сказать 10 10 не давайте 42 на 42 у нас счет потому что играет до 43 победы вот при 43 победе сейчас идут баны минус галлио на синей стороне делают хан хвалайф сделали мне работу над ошибками над своей синей игрой в первом матче убирает они еще пайка получает в лицо банн актерна скорее всего талии и отрокса ну а хан хвалайф и последний бан я бы сделал наверно шена да шен ну и здесь на актерна то очевидно меня ты точно не знаешь хотя я донатил почему я тебя не знаю я знаю има csgo я помню такой никнейм помню этот никнейм что за глупости всех вас помню кто донатил либо писал в чат и даже некоторые кто не донатил и не писал чат и все но их помню потому что иногда проскролливаю чатика вижу никнейм земляк смотрю те как алсер со своей перестали коментить и у и норд-америк у ясно проверка на знание ником зефир ко зефир ко зефир ко нет не помню чтобы зефир что-то писал а в ной говорит что он смотрит меня вообще постоянно и он земляк наш ну привет тебе тогда землячок на алсер я даже не знал если честно что он европу и америку комментировал если честно я даже этого не знал потому что я европу и америку комментирую с четвертого сезона но регулярно я комментировать начал только с 6 сезона конца 6 а так я комментирую 4 было бы интересно посмотреть каких чем пик или до чего бы дошел прогресс давайте будем менять некий пкд я не против потому что вы вам придется всегда подписываться под новым никнеймом что за обвинение в ботоводстве я не бот я томат три троечки три троечки томат три троечки слушай это хорошие сайт конкурентоспособны против казино три топора томат три троечки а у тебя три единички написано почему три троечки сказал короче мой вариант лучше меня никнейм томат три троечки сегодня последняя игра дано сегодня корея последняя игра но вечером будет европа ребят приглашаю всех на европу европы еще после реп три вился не игралась они будут сегодня если я правильно помню в 19 они нас правда будут обманывать сейчас опять напишут 18 но мы им не верим мы придем на матч в 19 и будем правы 19 уже уже заранее исправили время потому что в субботу 18 это я уже запомнил из-за того что на америка ночью играет поэтому так получается так что сегодня вечером мы еще будем с вами встречаться в 19 00 16 27 затянулись игры я думал что сегодня будет такие 2 0 2 0 быстрые каточки на ней каточки не хотят делать быстрыми поэтому мы только закончим 17 копейка и придется там на каких-то два часика вам запустить какой-нибудь повтор а я пойду себе готовить кушать там магазин схожу снова кендрэд но да кендрэд к забрали на синей стороне причем ханква лайфы и у них кстати на кендрэд ки пока стопроцентный винрейт они сыграли на этой неделе уже два матча с кендрэд ки оба выиграли а команда скт решает забрать себе картуса чтобы видимо команда ханква лайф не могла сделать комбинацию через картуса кендрэд ку хотя я думаю они этого делать не будет да кстати ребят у кого есть возможность поставьте лайк под этим видео там моя порнуха как и саша грей первые так мои сказать шаги первые мои шаги в мужской жизни вот поставьте обязательно лайк гудгеймовцы должны это видеть есть у кого-то есть такая возможность зайдите там по ссылочке и на год гейме плюсик поставьте а то это видео до сих пор не заплюсована отлично ли арав привет тебе 1 бан на пике потом снова баны а потом снова пике опа неплохо неплохо взять картуса в кендрэд о чем они думают я не понимаю ну а в первой игре ты наверно пропустил первую игру сегодня между ханква лайфами с кт с ктшники сыграли кендрэд плюс картус убить картуса было невозможно в кендрэд ульте понимаешь и сами ханква лайфы вместо того чтобы кайтить два раза залезли прям внутрь кендрэдки ульты пытались передамажить дамаг кендрэдки и дамаг картуса и видимо испугались с ктшники что сделают ханква лайфы то же самое забрали себе картуса чуть раньше хоть если они боялись это почему они его не забанили а взяли себе тоже вопрос но заменяет они кендрэд ку си джуани и берут ирку дырку для фейкера на мидлейн и пока не ясно кто будет мидером команды ханква лайф теоретически они могут сейчас спокойно взять нормального мидлайнера который победит и релию зоя правда была забанена как раз хотел предложить зоя но она была выключена и забанили на ханква лайфа двух а дешных мидеров от фейкера это минус ясо минус талон но осталось и рели сейчас все рели уже качают в рейдах что-то про сашу то и забыли да а саша то в порядке ребят грей которая страта с кт берем фейкеру керри и ждем пока он всех убьет но не получилось у него предыдущей игре ханква лайфа кстати не очень хороший бан фазу провели они мунда себе забрали опять линдорангу опять он попадает под дариуса моргана вместе с карту сам будет на боте но они будут мучиться скорее чем побеждать опять есть три чемпиона у которых адовые от хил идет и картус для них не так страшен это имеется ввиду там кенчит свейн и мунда киндредка будет за счет своей ульты оставаться в живых против картуса и с ну придется ему делать хекс дринкер либо ребят что делать правильно в ротик в ротик лезть кею два смайта картус да со смайтом играл предыдущей игре тоже идея заключается в том чтобы забрать себе периодически забирать себе лес и забирать краба на реке который восстанавливает себе ману предыдущей игре они этого сделать не смогли как те идеи сайры саппорта и и лаои эдекере за это не отпустит контролем и лаои это и нужно чтобы щупальцы били ну идея неплохая комбинация причем талия ой талия оговорился комбинация зайра плюс еще и лаои ко всем файтах очень сильная вполне рентабельно так играть на бот-лейне вы просто будете пушить адово линию и во время гангов и тоже будете вполне безопасность если не потратите сами свои скиллшоты куда-то правда сами знаете если вы тратите скиллшоты то и оппоненты которые вас гангуют они не могут подойти то есть вот два игрока с линии не подойти не смогут а джанглер подойдет и попадет скорее под двойной прокаст от двух игроков так что там и там есть нормально играть можно за кем лейт ну лейт я почти всегда отдаю за картусом в таких случаях но сейчас повнимательнее чуть-чуть посмотрим там у нас и реле я дариус картус да слушать эту картусу я дам но не сильно то есть 60 процентов это за команда с кт правда у них проблема на ленинг фазе должна быть у киндредки нет никаких проблем о в носу ковыряющего фейкера нарисовали нам или кого это кто это было интересно да это фейкер точно пухлый фейкер на ковыряющий в носу я узнаю о кстати про фейкер интересная новость недавно выпущены были учебники обучающие учебники для у института или университета я вот так и не понял для какого именно заведения и в этом учебники все он успокоился просто у меня из контакта спам идет ну так вот из и в этом учебнике ребят фейкер был фейкер был описан как титульная личность именно то что про него целая статья и людям я не знаю для обучения как это помогает но в этой статье было рассказано что он игрок лига легенд который занимался и спортом и получил себе диплом оказывается у него высшее образование есть в отличие от большинства про геймеров кстати у фейкера есть высшее образование и что он миллионы заработал и все это и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла короче такая немного рекламного типа статья но при этом вроде как имеет одна какой-то смысл для учебного заведения ну вот вы только что могли видеть что творят с карту сам у нас с ктшники забрали они себе волков забрали себе краба правда речного краба они не тронут на линии пытался санен как можно дольше фризить ее но все но не получается карту конечно же вышел вперед опять по фарму за счет именно лесных мовсов а сиджуани просто прошла свой красный лес сейчас вторым левелом будет пытаться забирать речного краба здесь правда если кендрэдка сюда успеет это будет интересно кендрэдка уже не она не уже она все еще второй левел у нее нет смайта бланка тоже нет смайта подходит кендрэдка и боится потому что ее окружает с двух сторон злые мужики кендрэдка прям как из того мемасика с девочкой блондинкой могла сейчас оказаться сиджуани дариус и релия и и все бегут на кендрэдка молодец она своим волчонкам говорит валим отсюда как у него волка зовут волка у нее зовут персик я уверена говорит валим отсюда персик я просто не помню имя его поэтому будет персиком он у нас у нас тут явные проблемы статья про то что если очень-очень стараться не унывать то ты сможешь много чего добиться но наверное да вот что-то в этом роде такая мотивирующая статья скорее было про то что корейцы могут чего-то достичь как раз на примере фейкера это сделано ну это я к чему веду к тому что ну уже такой культовой личностью стал по себе сам по себе фейкер не только в лиге легенд его знают кто не знает еще его тот самый ким чен ин только который не ким чен ин а их местный я забыл как его зовут местный ким чен ин на президент как раз таки и южной кореи тот северной кореи на этот южный корей там медалями какими-то награждал открытие например олимпийских игр зимних которые были в южной корее несли знамя ну правда это это было уже не вновшество в сочи тоже знамя киберспортсмен нёс так что слишком воровством попахивала таким плагиатом небольшим от кореи но так вот команда rock staggers внесла тогда или кота роста что подождите вот не помню чемпионы кореи на тот момент вот кто были rock staggers либо кота роста когда олимпийские игры в южной корее проводились зимние на которые не поехала немножко игроков ладно все про политику закрыли тема я просто хотел сказать то что ну киберспортсмены все больше и больше в социал очку попадает а у нас 20 пользу команды skt потому что у нас на топе был шикарный катка че джуани который проспал у нас линдоран после этого си джуани успела на контрганг и сохвана обокрал в общем все пока груз а кендрэд же тоже богиня ну если только болото какого-нибудь я чисто не знаю кендрэдка на овечка и у нее есть волк и вообще думал что первое время что она тоже с проклятым мечом типа ходит только проклятый лук у нее как у даркина что этот волк это типа разговаривающий но потом да она как богиня леса что-то там но сейчас ее ущелье явно в опасности си джуани потопталась по ее ущелью во время этого ганга и реле туда тоже свой кинжал присунула кендрэд это смерть нет к листа это смерть и трэш это смерть кендрэдка здесь ни при чем к листа она прихвость в смерти трэш он собиратель душ но не сама смерть а кендрэдка я не помню чего-то чего-то там воплощение было проблема у нас здесь у мунда он не получил еще шестой уровень и он знает что шестой уровень и есть уже у тала он это видит и знает что бланка вы можете выйти убить пока подсказывает мне что она полубог смерти кендрэдка она реально полубог все же да лава тут смещается помочь против бланка посражаться лена ранг уже получил шестой ну ладно к листа это смерть а люциан это тайлер ван к листа это же богиня мести ну как бы воплощение воплощение прихвостнее смерти потому что она взяла силу именно за счет того что она мстить собралась по кстати тоже мстит продон зомби типа он а-ля зомби тяжелый конечно лор и мне знаете что не нравится то что риоты могли крутиться вокруг этого лора очень классно но они вместо этого просто его упрощают а ведь они могли вообще сделать вот эти вот все челленджи которые происходят между но ксусом и вот так было вроде в пятых сезонах ребят какие-то вот сражения происходит какая-то какой-то регион побеждает они прям нам говорят вот регион победил честь этого мы делаем для этого региона нового чемпиона ли новый скин а здесь ну не регион имеется виду кореи или там китая региона в лиге легенд в ронтере а сейчас как тут как это все делается на на отвале скорее они очень много сейчас переписывают просто лора сокращают упрощают и как будто хотят отойти вообще от этой идеи лора но лор многим людям нравится то есть серьезно эта страница не такая непопулярная все же в лиге легенд интересная тематика была были же крутые истории озвучены про гпмф да вот такие истории были и и что было плохо нет я считаю что просто и дальше надо в таком же духе развиваться сейчас была неплохая история про свейна хоть и реворкнутого но все же свейна была неплохая история то есть знаете такое впечатление что у них там по неделям работает одну неделю работают одни люди а на другой неделе другие люди работают и получается что одни написали хороший лор и воплотили его жизнь а на следующей неделе выходит чувак и говорит дай говно это все короче удаляем делаем просто новый скин на зою потому что зоя на него фапают все мужики и девочки вот делаем на нее новый скин и за и райкан скоро будет 14 февраля все это как упрощаем лору такой так за и райкан пернатый пернатой они трахают друг друга все годится . надо людям чуть побольше ладно побольше хотите они любят друг друга и трахают конечно надо обязательно добавить это вот примерно так вот выглядит вот последний лор сообщения который не отрокс а отрокс это не касается изменение отрокс и реворк они видимо чувствовали что полная жопа произойдет если они еще и лор ему порежут очень жестко поэтому там на 30 минут текста написали я даже не дочитал до сих пор до конца но я примерно знаю чем там будет концовочка вот она как понимаете и мне это не нравится то что такое пищение что разные люди занимаются не одним делом ну что ж у нас 02 лава только что молодец если не обманывает ушел от ганга как молодой но мы возвращаемся окончательно в игру надо немножко тут об игре поговорить лейтгейм я считаю что за команды скт 02 сейчас пользу их это хорошо но у команды ханква лайф есть пауэр спайки пауэр спайки за счет первых трех предметов на каждом из чемпионов и они будут их использовать по максимуму я уверен они будут отдавать объекты тем более что киндредка не получил никаких стаков так что они начнут заходить даже в чужие леса но пока как я уже говорил у этой молодой киндредки ущелье в опасности для нее не да я думал с будет давать ульту он что-то долго тут выцеливал выцеливал так ничего и не кинул и теперь издалека просто ласкетит крипов картос он конечно перефармливает но этот перефарм скорее не до фарма можно назвать потому что можно тут 110 делать крипов но здесь явно там кенч такси сейчас пойдет там кенч такси непростое а вместе с санхванёй санхваной организовывать для своей команды тавардайв вытанковывать кей он говорит на ребят не надо тут даже было флешится можно было и так добраться я кстати считаю что он прав у них там еще запас был ешка у кей а линдоранга ульта и ульта конечно же сахвана это минус вышку можно на топ-лайне делать за обмен дракона на боте лори много дольных противостояния на сострении гарен дариус и так далее неинтересно и что же там дальше кроме кроме оставшихся еще двух которые мне приходят в голову это зэд шэн и а но я свой ревенка тогда еще я свой ревенка и конечно рингаркать что у тебя еще там интересно в этом списке кейтлин джинкс вообще у них нет никакого противостояния джинкс не уловима кейтлин полицейская пилтовера она вообще всех должна ловить всех нарушителей закона люциан трэш у них нет противостояния трэш победил трэш победил ребят какое может быть противостояние когда трэш победил противостояние значит никто не победил а у нас здесь натальчика выходит и вот он тоже думает блин противостояние в лиге легенд их же так много почему нет гарена а потому что тебя победили аша лисандра аша лисандра си джуани там тройное противостояние они двойной там их трое три девчонки под окном у кого жена тот и победил ну так и есть интересная у нас здесь телепортация тэза на размен будет вышка на вышку но явно быстрее сделать ханква лайфа блин как же классно не этот момент отыграли я тут с вами шуткую они на самом деле по макро игре знаете есть такое слово унизили так вот здесь не просто унизили а еще и потоптались по команде скт только что ханква лайф потому что они даже вышку сохранят на боте прилетает сюда лавы и защищает крипов все и говорит идите ка ты нафиг и банк вынужден нажимать флэш еще линдоранг прилетел сюда на телепорте пытается с флэша у нас догнать лава чуть-чуть догоняет эфирт эфирт уходит джоню линдоранг пробегать вперед чтобы зонить бедного бэнга бэнк умирает бланк сюда прибегает зазывает свою команду на помощь команда прибегает кей сюда также прибегать прохватывает своего генерала на ксианского и утаскивает его под вышку два в один размен и для этого пришлось из каташников тоже много потратить но вышку то они не сломали вот реально просто унизили на макро игре и вот это чувствуется домашняя заготовочка как только шестой левел получил кей они два раза подряд убивали дариуса остались но первый раз они через ульту там кенча потом остались они наверху и через флэши его догнали второй раз убили сломали вышку на топе и если будет у эза все плохо с просто стелепортируется к ним а потом сместиться нами так он и сделал а они же сохранив свои два телепорта мидера и топера вернуться на бот и спасут эту вышку шикарно шикарно конечно грустит у нас бэнк хотя он келл сделал после смерти но конечно он не этого хотел добиться а вот за киндредку эту обидно у него 8 стаков ребят не светит у него пока один только стак вышку кстати можно сохранить попытаться да классник там успел с подойти можно там киндредки еще организовать стак но опасно заходить за громпом и поэтому аккуратничает команда ханква life пока аккуратненько еще азер зерат азер зерат это скорее надуманная история ну в смысле они все надуманные я имею ввиду то что самого то противостояние как официального не было даже никогда и там тоже есть уже победитель просто потом он воскрес вот и все а победитель то есть мы это с вами знаем что победители есть то есть вот сравните противостояние то же самое рингар с казиксом я со с ривенкой и так далее то есть кто-то что-то сделал этот злиться на него и из-за этого изначально так было в лоре написано пришел в лигу легенд с ним сражаться это было в лоре первоначально написано сейчас они все в лигу легенд не приходят это просто так лига легенд карта ради я не знаю чего а раньше было написано что лига легенд это место а-ля mortal kombat где регионы между собой решает вопрос минус эфор должен быть он дает ульту но ему это не поможет легкая ешка от сонхвана и келец джарван сион а вот джарван сион я не знаю а что там было джарвана сиона и вот этот лор что-то не припоминаю какая там была история но я потом как-нибудь почитаю насчет маргана и кайлы это две сестры противостояние можно отметить да ты прав она есть у нас скоро ждет изменения и хлора посмотрим что риута с этим сделать но здесь выход собираются делать команда ханква лайф из-за объекта посражаться несчетную вышку успели сломать и все еще не потеряли ни одну свою все он убил отца джарван а это не противостояние фигня какая все вспомнил просто да 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 чели сиона или там корона короче часть какая-то тела сиона была сделана из короны джарвана третьего кайн с кайном варус с варусом ребят то как он натягивает тетиву и пускает свою стрелу кстати еще один дракончик уходит команде скт пока я тут рассказывал как варус у нас сражается с варусом обычно и у нас минус дракончик челюсть подсказывает мне челюсть сиона то чувство когда тебе пофиг на лор их ты два дракона потеряно зато по вышкам колоссальное преимущество золото много у команды ханква лайф это золото они реализуют в объекты еще дальше и потому что них быстрее предметы появляются но вот команда скт удерживает пока драконью силу у себя не причем драконы хорошие то выпадали маунтайн и инфернал но за эти драконов воевать не хочется ведь нам показывают две вышки даже верхняя вышка тоже почти убита разом опа факира ловят но успевает его спасти эфорт какая шикарная реакция у эфорта накидывает на него на щиточек фейкер туда не пускает пятером смещается команды ханква лайф на топ лейн но одного игрока они остались уже на миде а второй решил еще стреколиться с вейн он хотел реколиться или не реколиться не может никак решиться на этой дариус наконец-то идет ломать первую вышку но за это может упасть вышка на топе надо дариуса провоцирует мне кажется команде ханква лайф они подпушивают фейкер агрессивно ты что ой-ой-ой это может быть смерть это не может это есть ребят есть настоящая смерть смертушка факира факир был пьяный фокус не удался мунда у нас подпушивает мид лейна может всегда успеть на бот прийти минус вышка на топ лейн на рекол уходит у нас войн чтобы на телепорте остановить дариуса дариус не убьет сейчас война потому что у своей на жоня есть и на тп надо туда возвращаться на это не надо пешком эти вышку слишком много здоровья потеряете но решать не тратить тп дариус попадает на топором олендаранг но сам боится идти потому что вот он-то умрет от него или это провокация была нет сам боится тал гоняться за ним диана или он у них вообще нет противостояние это просто солнце и луна богини какая разница где тут у них противостояние они вообще просто такие как же тройня кто-то там про трое кто-то ребята эту игру престолов пересмотрелся и все у него там тройня уже джарванг синджао кого-то написал еще карен там да получается должен быть по логике димаси рейнджерс в лоре было такой диана перебила людей ли он и ай ну чё по пьяни не сделает на девчачьи бои на там была грязь перебила дали она уже все забыла алена как новую сумочку сделала себе купила в магазине на за нее заплатила диана договорились окей проблема его сейчас будут ловить ловить но не убивить не убить шпага джарвана и правая рука тима и грибы нет тима и грибы об этом можно писать вечно ребята у нас небольшая проблема может быть сейчас у команды с кт форт очень сильно пострадал по здоровью W он у доджет продолжает у нас кейти а тал тал в засаде вот это дариус засадной дариус сумка была жизнь ренингтона надеюсь ну конечно а как иначе тут как бы кроме как из ренингтона больше нечего делать сумки правда есть медвежья шкура еще волейбер кстати волейбера тоже по-моему была дуэлька с кем-то точно была у волейбера я сейчас не помню из-за чего но волейбер он тоже там такая тема какая-то была просто волейбера все забыли на это чемпион ребята если что он все еще в игре но стоит признать что старейшины эти были те еще ублюдки так что лунари сила соляри и могила это прям вообще текст какой-то вырезал или там фан-арт волейбера был конфликт с зеленом не знаю что они там не поделили волейбер мне очень напоминает пьяного мастера почему-то всегда когда его берут в команду и начинаю вспоминать эти старые фильмы с жеки чаном ну и не только жеки чаном там и до этого пьяный мастер на эти где не хватает только фляжки потому что он такой так бежит и у нее такое тело движение возможно это связано как раз таки с пандой вот мультиком этим панда где была там алкоголь то показывать нельзя было но было очевидно что это панда она явно пьяный стиль демонстрирует до стиль импровизации все верно волейбера он как раз с прогиба делает канг-фу панда нашего но не гнать не шивана она вообще красавица вечно за френд зоне над жарваном ну что поделать у джарвана есть как бы к синджао и крупный блестящие что у меня больше нет этих и пить это к мечу гарена опа реакция мангуста саньона здесь не поймать саньон еще сам тут можешь пол лица оторвать правда он пропустил карту сокушку в лицо и пожалел что так близко подошел так что шивани там нет шансов ребят там два мужика и оба с большими как бы оружиями понимаете у одного двуручный меч у второго двуручное копье как бы чё там делать шивани со своими крылышками нечего ох хорошая ульта могла бы быть если бы там были игроки но игроки ушли линдоран хочет со спины зайти но его тал зонит дракона начинает делать карту с хорошую ставить стеночку ждет карту с пока отойдут игроки забирает у нас этого дракона дальше пытается линдоранг зонить у него все получается это проблема ребят большие неприятности команды скт карту станет там где хотелось бы его видеть фейкер выфлашивается кей хочет дать ульту за спину он просто перефлашивается хочет заходить дает замедление промахивается но тальчик погибает кей дальше гонится и попадет своим замедлением бэнк получает щиток но в замедление попадает тогда эфорт и можно тавер давить потому что что ребят правильно игроки команды скт обшиблись я не знаю вот почему такие шаткалы иногда происходят вы либо остаетесь вместе и сражаетесь за этот объект либо вы отступаете определитесь команда скт собирается делать дракона у них это не получилось и вы их пересмайтили но почему бэнк пошел на топ вот вверх пошел а команда скт вся пошла вниз и из-за этого не потеряли на отступление двух игроков это непонятно просто должны были все вместе уходить вниз и тогда можно было даже в этом кусте устроить битву 5 на 5 там узкое пространство и роли отдают ульту в этот момент карту сможет с флэша ворваться а в итоге они просто решили убегать и на убегание проблемы такие дела ребят с пересмайтил ну пересмайтил это громко сказано он там переавто оттащил скорее свои на самом деле да не такой плохой в лейтгейме особенно если нет резалок отхилла у команды скт они есть пока в двух только экземплярах но скорее всего в дух и останутся это дариус со своим любым заклинанием нанося урон физический и карту сморелка там бэнк да уже скоро 16 уровень будет правильно говорят что там хороший power farm идет причем он соло зарабатывает опыт моргана из-за этого просто адово страдает посмотрите внимательно сколько опыта зарабатывает кей у него 10 почти 11 уровень а effort все еще восьмой effort 8 но при этом и разваливается он очень быстро то есть знаете такие бывают моменты что ты низкий уровень но твоя полезность никуда не пропала но здесь нет в них два смайта у них был потерянный дракон данный кстати по драконам почти сравняли команда хан хвалай в счет потому что следующий дракон открыт и это будет инфернал через четыре минуты он появится и выбили они здесь пинг-варта там кейдж прилетает правда один никто в этот раз в такси в него не си не засел такой порожняком полетел туда твиче за кричное просто противостояние кто токсичнее прям воплощение ссылоку серьезно но я вообще думаю что в лиге легенд самым токсичным чемпионом считается клет с его диме гусарскими шутками русской версии кстати очень хорошая адаптация его фраз то есть он на английском как раз все вот эти матные полуматные шутки проводит в русской версии вот только не хватает знаете этих немасиков из красной плесени вот он такой времен красной плесени мужичок он очень старый на самом деле по истории мы там за сотню лет уже да да шутка про маму есть в английской версии нет шутки про маму кто не знает именно шутка про маму это адаптация как раз потому что все знали какую шутки выбирать кто-нибудь читал проект мир с точки зрения интеллекта я думаю бэнк читал но не дочитал и поэтому его сейчас могут убить нет он смог убежать возможно страницу перелистнул хотя там кей дальше идет попадается эффекта прожимает киусс и уходит от этих сэффектов минус си джуани а знаете что происходит когда вот задумайтесь ребят что произойдет если сом съест свинью вы не поверите но умрет змея такие дела на змею нападать теперь команда ханква лайф свин он здесь оборону выстроил правда его зазонили ему придется перескать как то маршрут к своей команде поближе нету смайта но есть то а подожди ежи смайт карту же у нас есть и проблема может быть на карту ся дает у нас карту здесь свою инициацию по джоне правда он умирает вместе со всей своей командой успеет они убить линдоранга но ничего они не сделают остальным игрокам скорее всего проглотит кей его и спасет да и три игрока команды ханква лайфа остались живых умер правда их смайтер и они решают что лучше бросить это дело и забить пока на на шора своевременно но огромное количество всего потратила команда скт за то чтобы здесь по сражаться они потеряли четырех игроков куча самонеж спеллов и при этом проиграли эту битву то есть они убили двоих по-моему еле-еле да да двоих убили за четырех это жутко минусова и сейчас еще корову могут эту поймать я уже ее называю коровы и не свиньей потому что так она есть еще одна атака проглот можно тащить его под аэза с тут же начинает прыгать стрелять еще одна смет ребят свинина и опять сом съел свиньё да что ж такое то и снова можно идти снова можно идти на эту змею можно же было украсть говорят на шора там всего лишь две кушки из мает ну решили сражаться и ска тэшники ловушку пока просто устраивает команда ханква лайф но мне кажется начинать его да все начали синий трикет был поставлен маркана пытается подойти но немножко левела не хватает ей для сражения там кейдж должен проглатывать спасает он аэза надо выплевывать а за куда-нибудь подальше да потому что мы рядом дариус дариус просто в наглую гонится за ним но то ботарк ботарк от саньона тем временем у нас там фейкер сражается один на один с анхваном санхван проигрывает это сражение но подходит у нас сом и помогает а талон как знаете настоящий бесполезный дальнобойный против дальнобойных чемпион не знает как добраться хоть до кого-то все прыгают скачет и он говорит можно мету рита поменять а то что как то они все быстрее меня и кстати его сейчас поймает ему пытается помочь свинина но свинина скорее сама сейчас умрет китай а это смет он застанил одного но умрет от другого и еще один килл команда ханхвалаев уже просто развлекается в этом матче забирает себе килл за киллом и не смог дариус ультой убить линдоранга потому что его проглотили показывают нам полезную статистику линдоранга не знаю зачем нам это показали но ладно да это заголовок сегодняшней последней игры сом ест свиньё умирает змея а правда что казикс выбил глаз рингару да все верно рингар по лору первому лору всегда надо теперь говорить первый лор 2 лор старый лор как угодно называйте ну чтобы вы понимали что их несколько было так вот по первому лору подожди у нас здесь инфернала я после этого расскажу про катикса потому что там будет осада и будет скучновато смотреть на осаду попытка от бенга украсть дракона но линдоранг просто в него убегает он справляется с этой задачей но вообще-то картус мертвый это хуже инфернала мне кажется картус мертвый хуже инфернала это тоже такая тема и это будет сейчас не осада конец игры какой лол тру да вот неизвестно какая лига легенд история лига легенд настоящая та которая наверно последняя риута сами но слушайте без картус они проиграли матч а зачем он это сделал это знаете такой вот стиле а сейчас мы заберем этого инфернала это будет хорошо нет ребят это не будет хорошо вы же потеряете игрока си джуани дала ульту она ничего не выдала линдоранга пытается убить он просто нажимает горкули выживает и реле не может ворваться все она добирается до саньона но саньона все еще есть ульта он может любой момент ее поражать когда захочет он это делает и саньон вместе с анхваном убивает всех появляется картус картус идет в бой нажимает жоню пока он в жоне сидит команда просто заберет все эти нексусы и пентакил давай пенточку и никого не убил как я и думал молодец картус сыграл как истинный сулокушный картус который нажал в конце ульту а там жоня 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 проглот конец никто не умер красавцы ханхвалайфы вот честно молодцы мне нравится когда команды адаптируются в серии серия best of 3 скт не более видно что они могли адаптироваться они на первую игру взяли себе шикарный цветап как оказалось в итоге это картус плюс киндредка комбинационка не самая худшая картус плюс киндредка после чего они одержав победу запутались с тем что хотят делать увидев трандла свободного ясу открытого решили сыграть трандл ясу а в итоге сыграли зак ясу проиграли матч сейчас у них отобрали просто киндредку они еще больше запаниковали взяли себе картуса пытается кома приободрить команду скт ребят это уже слезы на глазах знаете почему потому что я вам говорил потому что я вам говорил вот что вот она статистика команда скт сейчас смотрите ищите команду скт здесь списке найдете ее скоро она четвертая с конца но это здесь у меня неправильно расставлены команды они стали 36 после первого круга 36 с 8 8 13 а команда хан хвалайф становится 63 и команда хан хвалайф всего лишь пятая пятая кору они пятое место только лишь хан хвалайфы только пятое место у них а пятое место и надо перегнать команде скт концу сезона чтобы хотя бы добраться до плей-офф а а там разница уже три очка да понятно что будут терять очки хан хвалайфы дальше вряд ли они пройдут второй круг тоже 63 хотя кто их знает у них спонсорство сейчас хорошее огромное количество игроков есть с чем работать две команды когда у вас есть составе примерно равные всегда приятно так тренироваться а вот что же делать команде с кт теперь я не знаю показывает нам урон кортус конечно же будет на первом месте реле находится в середине ну а здесь с нанес примерно столько же сколько и надо было и вот видите си джуани которая была танком она вроде бы справилась со своей задачей танковости не было урона дополнительного команды пенат ушел они стали нулями ну если прям так по датам смотреть ты спина там тоже они были не лучшими но после ухода пената они стали еще слабее это факт мвп я бы отдал на на бенгу или потом кенчу бэнк либо там кенч там кенч все же кей уж очень хорошо они на боте вдвоем сыграли из просто тонна урона и выстоял линию телепортация на top lane но дают кей за шикарный конечно глубоко заглотные свининские дела когда он добирался до свинина и хватало и вот это вот первая ротация просто топовая ребят берите на вооружение все команды это просто топовый момент прилетает туда убивают садятся в кусты убивает еще раз этого игрока на бот лейне не теряет игрока потому что на тп прилетит к ним забирает быстрее вышку в четвером после этого мунда и своей летят на бот лейн и защищает эту вышку просто адово хорошо сыгран расскажи компетентное мнение скт уже недели команды все подтянулись я думаю команды подтянулись а главным образом эта проблема команда скт скт остались на том же уровне на котором они были чуть-чуть наверное тоже ослабились но остальные команды подтянулись у них синергия лучше у них планы на игру лучше тренера даже мне кажется моментами проводят банные пики лучше чем кома кома это тот человек который там гениальные выводки делал там чемпионов там анечку доставал на саппорта доставал зайру на саппорта потом на мфку на саппорта ну ты почему-то все саппортом было связано но там не только это ну понимаете то есть гениальные банны пики проводил свое время а сейчас он проигрывает раз за разом большинство команд эти стадии здесь ударе us надо было оставаться надо было оставаться ребят он просто убежал от трех игроков побежал за эзом не догнал эза побежал за линдорангом не догнал линдоранга побежал сюда не догнал никого не надо было здесь стало конечно же флешится туда ему надо было оставаться со своей командой раз с упрыгал эспер ничего не делает он там кушку кинет а тем более там на шор его бьет это была ошибка конечно нам и все ребят на сегодня скорее скоро будет уже через два часа получается европа приглашаю всех